Добрый вечер! В прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Жентезов. День 25 мая 2022 года эти юноши и девушки из Карачаева Черкесии запомнят надолго. Впереди у выпускников 9-11 классов немало новых, даже более значимых этапов. Но именно сегодня с последним звонком для них завершился очень важный школьный период. Своего рода первый большой кирпичик в основании здания под названием «Взрослая жизнь». Знаете, я бы вернулся в начало 10 класса. Как по мне, 10 класс был самый лучший, самый веселый. Знаете, ОГЭ позади, ЕГЭ еще впереди, только в 11 классе. И вот этой ответственности не чувствуется, знаете, беззаботность, веселье. Насчет школы, да, воспоминания хорошие, друзей много нашел, учителя вообще отличные. Все всегда идут на контакт, всегда помогают. Очень благодарен им. Да, воспоминания остались очень приятные. Вот я учусь в этой школе, начиная с первого класса. И много друзей нашел. Герои дня выходят под музыку из школы. В этот момент все аплодисменты и теплые слова будут звучать в их адрес. В числе почетных гостей представители руководства республики и региональной столицы. А эти юные певцы тоже выпускники, только начальной школы. Очень просим мы сейчас все послушать наш рассказ, как мы все четыре года эти жили. А ведь помним, как вчера вместе все мы шли сюда и за руку малышей нас приводили. А ведь помним, как вчера, вместе все мы шли сюда, и за руку малышей нас приводили. Мы сегодня скажем вам, а ведь как бегут года, не заметили мы, как они промчались. Вот и все мы подросли, уже в пятый класс пошли, но она всего в угле допеть осталась. И вот кульминация праздничной программы «Последний звонок», который по традиции дают выпускник 11 класса и ученица первого. В этот день «Последний звонок» прозвучал и для педагога с более чем 40-летним стажем работы в девятой школе Тины Леонидовны Хубиевой. Многие ее бывшие ученики потом приводили сюда на занятия уже своих детей, а то и внуков. И в этой школе я работаю 42-й год. Вот сколько лет я слышала этот звонок, волновалась и сейчас очень волнуюсь, потому что 11 класс, которым я работаю, я учитель русского языка и литературы. Я тоже их выпускаю, я переживаю за них, я думаю и очень люблю их. Всего в Карачаев-Черкесии торжественные линейки прошли для почти 5000 учащихся девятых классов и около 1800 11-ти классников. Впрочем, полноценное расставание последних со школьным периодом состоится лишь после сдачи государственных экзаменов. Артур Мухцера, Солбердиев, Вести, Карачаев, Черкесия. В Черкесске прошла практическая сессия на тему промышленные парки, технопарки как инструмент инвестиционной привлекательности региона. В ней участвовали представители правительства, депутаты народного собрания, приглашенные гости. Перед собравшимися выступил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особой экономической зоны России Андрей Шпиленко. Он рассказал о существующих мерах государственной поддержки, преимуществах строительства технопарков на территории региона, ответил на интересующие вопросы. Главная цель промышленных технопарков – освоение выпуска промышленной продукции и снижение сдержек за счет имеющейся инфраструктуры. По результату нашей работы нам необходимо сделать дорожную карту, как мы дальше будем идти. Сегодня я бы хотел услышать, какие меры поддержки на сегодняшний день в России существуют, что мы можем использовать как инструмент и больше уйти от совещания, а чтобы была такая практическая работа, которая приведет к нас результату. И в то же время, когда у нас будет понимание по дорожной карте, чтобы вы вместе с нами, своей командой прорабатывали тот вопрос по полной реализации данного проекта. Чем привлекательны промышленные парки, чем они привлекательны? Тем, что это готовая площадка с готовой инфраструктурой, и предприятию остается только прийти со своим оборудованием и уже начинать производить. То есть он экономит на запуске производства, экономит на затратах, всего того, что ему не надо закупать площадь, землю, не надо строить корпуса, не надо строить инфраструктуру, потому что это все уже сделано за него. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 46 тысяч 12 человек. Из них 44 тысячи 838 выздоровели, 18 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-8, в горах минус 3 плюс 2, а днем 18-23 выше нуля и местами до плюс 14. В Черкесии без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 20-22 градусов тепла. Меня зовут Проценко Виталий Викторович, я врач-анестезиолог, альголог. В последнее время изучаем и занимаемся лечением боли. Хронической боли, острой боли, боли, связанной с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Формирование чувства принадлежности к своему региону и активной гражданской позиции школьников. В КЧГУ имени Умара Алиева прошел республиканский конкурс научно-исследовательских работ и социальных проектов «Столикая Карачаева Черкесия», посвященное вековому юбилею республики. В научном состязании по направлениям политика, экономика, история и культура приняли участие учащиеся 8-11 классов, СУЗов и авторские коллективы. Подробнее о конкурсе расскажет Алихан Лепшоков. Этот конкурс позволит подрастающему поколению научиться основам проектной деятельности. И самое важное – это изучение и сохранение историко-культурного наследия народов Карачаева Черкесии. В республиканском конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов, студенты СУЗов, а также авторские коллективы. Мы уверены, что такие площадки способствуют популяризации научно-исследовательской деятельности среди молодежи, отмечают организаторы. У нас появилась идея посмотреть, сколько же талантливых учеников или же студентов колледжа у нас есть в республике. И появилась идея данного конкурса с тем, чтобы дать возможность инициативной, активной молодежи проявить себя. И, честно говоря, мы не пожалели, потому что на конкурс пришло очень большое количество работ. После пленарной части конкурса участники разошлись по аудиториям для защиты своих научных работ. Члены жюри конкурса могли ознакомиться с работами ребят по трем направлениям – социальные и творческие проекты, научно-исследовательские работы. Как много значит для нас это слово. Это место, в котором ты родился и в котором ты живешь. Это наш общий дом. У каждого человека, живущего в России, есть своя малая родина. Именно об этом сегодня мы и поговорим. В итоге первое место и главный приз планшет выиграла студентка Аграрно-технологического колледжа поселка Эркин-Шахар Аиша Берабасова, научный руководитель Ирина Баймурзова. Второе место заняли ученицы 19-й гимназии Черкеска Алана Кубанова и Алина Хапаева. А третье досталось студентам среднепрофессионального колледжа СКГ Адамиру Богатреву и Эльдару Доттаеву. Ректор Качеву Талшултан Узденов вручил ребятам грамоты и в подарок каждому призеру внешние жесткие диски. Алихан Ребшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В стенах Карачаева Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифа прошла олимпиада среди студентов первых трех курсов вуза, в ходе которой отбирали лучших, чтобы они представили нашу республику на Всероссийской олимпиаде в Казани. Преподаватели исламского института, в числе которых и ученые из университета Аль-Асхар, проверяли знания молодых людей по трем номинациям – арабский язык, чтение Корана и знания канонов ислама. Вопросы и ответы задавали и отвечали на арабском языке. По итогам экзамена отобрали трех студентов, которые поедут на Всероссийскую олимпиаду в Казань. Победителям ректор Карачаева Черкесского исламского института Мухаммад Батчаев вручил грамоты, медали и ценные подарки и призы всем участникам. Вы – наше лицо, вы будете представлять нас за пределами этого института. И мы верим, что вы достойно будете нас представлять. И даю вам, чтобы вы не только в таких соревнованиях выигрывали, а именно выигрывали во всей своей жизни, чтобы у вас все шло вперед. Всех благ вам, еще наших победителями будем уже отдельно заниматься, те, которые поедут в Казань. И очень надеемся, конечно, там уже уровень совсем другой, но мы тоже, алкандуйля, не считаем, что наши хуже их. Наоборот, рассчитываем, что не только места, будут высокие места получать там. И, тем не менее, будут отражать то знание, которое они получали здесь, у нас в Исламском институте. Именно попали в яблочко, именно то, что я давно не повторял, давно уже позабылось. Ну, это, наоборот, хорошо, потому что я запомнил то место, где я ошибся, и теперь это навсегда в моей голове, я так думаю. Свои ошибки я понял, мне их сказали. К следующему разу нужно исправить эти ошибки, и подтянуть знания, и быть более готовым ко всему, к различным таким тонкостям, которые бывают в вопросах. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Села Дружба» прошел межрегиональный турнир по боксу, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. В нем приняли участие спортсмены из субъектов Северокавказского федерального округа. Смотрите подробности. Турнир проводился несколько дней, а в воскресенье состоялись финальные поединки. Перед этим участников и гостей приветствовали концертная программа «Лучшие артисты Прикубанского района». С наподственным словом к юным боксерам обратился президент Федерации бокса Республики Аслан Карданов. Турнир посвящен возрождению карачаевского народа. Участники приехали полностью в ССКФО. Это представители Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Ингушетия, Дагестан, Чечня. Ну и, естественно, наши ребята с Карачаева-Черкесии. Уровень очень хороший, радует. Смотришь, ребята, вот все... Сейчас уровень начал подниматься, ребята начали бокс идти. И, видно, школа уже совсем другая, ребята тянутся, подтягиваются все. Любая спортивная дисциплина требует контроля и оценки действий, и состояния участников. А в таком опасном виде спорта, как бокс, точно нельзя пускать поединок на самотек. Все происходящее на ринге фиксируется в документах. Ведется записка, судейская записка, которая оценивает каждого боксера. Вот трое сидим и оцениваем, кто сколько ударов наносит и как наносит. Удар считается засчитанным, который, если удар прошел, чисто, акцентированно, беспрепятственно в положенное место. После трех раундов один боксер немного грустный, ну а победитель не скрывает своей радости. Ну, начинается он в пять часов, заканчивается в восемь часов. Дальше я еще могу сказать, что оценивка хочет сложно. Ну, моя подготовка была плохой, потому что недавно я пальцем сомал, и на подготовку у меня было очень мало времени. Какая твоя самая большая мечта как боксера? Стать чемпионом мира. Бокс – это в первую очередь прекрасная физическая подготовка. Кроме того, он помогает оперативно реагировать на любую жизненную ситуацию. Довольны и родители тем, что их ребенок занимается этим видом спорта. Сегодня мой сын Мамаев Ибрагим принимает участие в боксе. Он сегодня выиграл. Ну, я так думаю, что его таким сильным, таким воспитанным человеком сделал его тренер. Нам, он наш родственник. Мы знали его давно и отдали предпочтение боксу. Мы ни одного дня не жалеем. Он воспитал в нем очень хорошего воспитанника и хорошего боксера. По итогам турнира в общекомандном зачете на первом месте боксеры Карачаева Черкесии. Мурат Шантьозов, Руслан Харченко. Вести Карачаева Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»